Инновации, инвестиции, харьковские инициативы. Международный экономический форум под таким названием прошел в Харькове. В нем приняли участие делегации из 35 стран мира, 18 из них во главе с чрезвычайными и полномочными послами, в том числе и из стран Большой Семерки. Все подробности в материале. Харьков на один день превратился в бизнес-центр. В город съехались представители стран-лидеров в мировой экономике. США, Китая, Германия, Япония, Великобритания и Франции. В общей сложности более шести сотен участников, крупные бизнесмены, промышленники и представители международных корпораций. Открывал форум президент Украины Петр Порошенко. По его словам, Украина наконец-то вышла из экономического и инвестиционного кризиса после прекращения сотрудничества с Россией. Я могу рассказать, как полную миру, я відчу на себе, что означает российская экономическая война, российская блокада, я не открою для вас Америку, что, если я напоминаю, что я пришел в владу с бизнесом. И это было всем известно, когда меня выбрали президентом. Открывая история. Липецкая кондитерская фабрика. За наказом Путяна, как актив, она с первых дней агрессии была заарештована. Для чего? А чтобы ее не можно было ни продать, ни передать. И теперь я хочу, чтобы все услышали. У Порошенко бизнеса в России нет и быть не может. Ни аграрного, ни паточного, ни какого-то другого. Главная цель форума – увеличение инвестиций в Украину. Сейчас экспорт в страны Евросоюза составляет более 40% от общего количества. Благодаря нашим совместным усилиям мы смогли уже на этом этапе достичь таких существенных взносов в экономический рост страны. Но я думаю, что мы можем намного больше, особенно когда говорим о привлечении иностранных инвестиций. Украина, особенно город Харьков, они имеют прекрасные активы для развития. Будут обговорены вопросы о конкретном вкладе, а также подписании договоров, которые завантаживают предприятия, которые будут работать на экономику Харьковщины. Мы имеем уверенность, что инвестиционные пропозиции, инвестиционные договоренности, которые будут обговорены на этом форуме, дадут возможность вкладывания инвестиций, а от этого развитие нашей территории и нашего региона. Во время форума подписали договоров на 6 миллиардов гривен. Президент подчеркнул, что крупные инвесторы верят в Украину. В том числе благодаря законам, принятым за последнее время. В частности, об иностранных советниках, о защите интересов собственников предприятий и едином окне для бизнеса на таможне. Кроме того, Петр Порошенко подчеркнул, что Украина с западными партнерами имеет общее видение урегулирования ситуации на Донбассе. Президент уверен, миротворческая миссия снизит риски полномасштабной войны с Россией и откроет путь к политическому решению конфликта. Константин Рейдин, Елена Миндалюк, Александр Яновский. Подробности телеканал Интер. Харьков.